В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о тхэквондо и о том, как этот вид спорта был представлен на международных соревнованиях «Дети Азии». В гостях у нас Софья Ефиценко, победитель соревнований «Дети Азии». Папа Софьи – член попечительского совета Константин Ефиценко, а также тренер по тхэквондо Артём Ким. Уважаемые гости, здравствуйте! Здравствуйте! Я, с позволения мужчин, обращусь сначала к главному участнику нашей сегодняшней беседы – это Соня. Соня, ты победитель. Ну, во-первых, победила в чём и где? Расскажи. Я участница Соня, но они «Дети Азии» и победила в таком виде спорта, как тхэквондо. Он может быть представлен в двух видах – это кирурги и пумсе, но выступаю я по кирурги. Как ощущения от победы? Приятно от того, что была огромная просто поддержка во время боёв. Вот очень много людей поддерживали, кричали. То, что команда меня очень поддерживала, помогала, воду приносила или что-то другое. Соня, сколько тебе лет, если не секрет? 16. 16 лет – это уже победитель «Детей Азии». Но это хороший результат. Артём, в 19 видах спорта соревновались «Дети Азии». Как было представлено тхэквондо? Ну, во-первых, тхэквондо было представлено в олимпийской программе. Это кирурги, как Соня уже озвучила. В переводе это спарринги. Контактный вид получается. И, как я понимаю, тхэквондо было одним из таких, наверное, ярких видов в программе «Дети Азии». Вы следили за участниками каких-то других соревнований или нет? Нет, к сожалению, мы не смогли. Я как-то краем глаза увидел гимнастику, потому что у меня дочка занимается гимнастикой. И мы съездили туда буквально на минутки две. Я заглянул, и вот мы уехали, получается. А так, ввиду того, что мы следом срочно улетели на международные сборы 3 августа, нам не довелось посмотреть другие виды спорта. А, вы еще следом улетели на какие-то сборы? Да, да. У нас сразу после «Дети Азии» у нас были международные сборы в Узбекистане. И потом следом был у нас в конце августа турнир международный в Карачаево-Черкесской республике, в город Черкесск. И непосредственно Софья заняла там второе место. Серебро за полу. Да. И еще одна девочка у нас, Заяц Яна. Вчера мы ее представляли на радио. Она заняла третье место. То есть все ваши подопечные, они так или иначе призеры получаются? Ну, не все, конечно, но... Многие. Как бы, да, многие. Как Соня готовилась к международным соревнованиям, Константин? Это... Ну, вот со стороны папы, как это подготовить? Со стороны папы. Папа, он не в стороне. Папа, он прямо вот в процессе непосредственно привезти на тренировку, забрать с тренировки. И опять снова везем на тренировку. Этот процесс, я бы сказал, что, как бы это странно не звучало, этот процесс длится 9 лет. Вот сколько она занимается, столько мы и готовимся. И готовимся всегда к какому-то важному событию, к каким-то важным соревнованиям. И когда эти соревнования должны были случиться... Вообще дети Азии, они не во Владивостоке. Дети Азии, они изначально в Якутии. И в какой-то степени пандемия она сыграла такую шутку, или даже не шутку, а так вот просто карты разложились, что, во-первых, дети Азии переехали с Якутии во Владивосток. Во-вторых, дети Азии в пандемийный год, который был 20-м, для всех, когда все сидели закрытыми, и не было никаких соревнований. Мы не смогли никуда на Россию, на первенство России мы даже не ездили. И вот этот пандемийный год, он был тем годом, когда должны были случиться дети Азии в Якутии. Потому что дети Азии, они проходят по циклу олимпийских игр каждые 4 года. И вот были в 2016 году, а потом, соответственно, должны были быть в 2020 в Якутии. Но поскольку они там не случились, как-то так переигралось. И как-то мы попали... То есть как-то это случилось во Владивостоке. Это первое такое событие. Второе событие. Дисциплина Тэквондо участвует в детях Азии только 2 года. Это 15 и 16 лет дети. И мы, когда... У меня есть единомышленники, с кем мы вместе все эти 9 лет. Юрий Григорьевич Заяц. Прямо вместе с ним он свою дочь, я свою дочь. Дочь ведем в этом виде спорта и всячески помогаем. И вот мы с ним рассуждали и считали, что значит вот в 2016 году были дети Азии. Следующие дети Азии в 2020 году. Это мы там в 2018 или в 2019 рассуждали. И мы посчитали и поняли, блин, она мне светит. Вот наши, они пролетают мимо. Потому что в 2020 году они еще слишком... Еще маленькие. Маленькие для того, чтобы выступать в этой дисциплине и вообще в этих соревнованиях. Ну и такие прикинули, ну ладно, хотя бы съездим, посмотрим. Потому что это очень крутое событие. И вот когда Артем Артурович нам сообщил, что дети Азии будут во Владивостоке. И что они будут в 2022 году. Я честно, вот даже вначале не поверил в это событие. Я думаю, да ну не может быть. Потом, когда было все окончательно понятно и известно, что все-таки это будет во Владивостоке, что все-таки это правда. И... Но мы сказали, что сам Бог велел. Здесь нужно прям готовиться очень тщательно и хорошо. Что так прошло все? Ну я так понимаю, это не первые Сонины серьезные мероприятия. Соревнования. Я даже не знаю, Артем Артурович, вот такого уровня высокого, первые ли они? Ну, наверное, скажем так, каждое соревнование, они по-своему важны, волнительны. Но это, получается, эти соревнования, они как репетиция Олимпийских игр. И многие, оказывается, как я вот в этот раз тоже узнал, потому что я на Дети Азии всегда только по телевизору или там по интернету смотрел. В этот раз в живую увидели и представляли все виды спорта. И спортсменов, которые после этих игр, они занимали очень высокие места на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, на Олимпийских играх даже есть такие, которые выигрывали Дети Азии, а потом выигрывали Олимпийские игры. Ну, не сразу, я думаю, конечно, но это был какой-то, наверное, сподвиг или какой-то старт к такому большому событию. И я считаю, что, конечно, каждые соревнования важны, но эти соревнования были особенными тем, что они, во-первых, проходили у нас в Приморском крае. И мы были представителями, скажем так, мы были лицо нашего края, которое представляли на соревнованиях по тейквонду. Ну, а кроме того, что соревнование прошло у нас в Приморье, для нас, приморцев, понятно, это честь и радость. Что еще это дало ребятам? Может быть, то, что не менялись часовые пояса, например, и дети лучше адаптировались? А, да, очень хороший вопрос, да, потому что, так как мы отдаленный регион, и все соревнования у нас проходят в центральной части России, это как минимум где-то от 5 до 7 часов разница во времени, и его переходить очень сложно, на самом деле. Во-первых, перелет, и, ну, там очень много своих таких подводных камней, поэтому нужно лететь на такие старты минимум за дней 10, чтобы акклиматизироваться только. А если еще и подготовиться хорошо, то это еще должен быть цикл где-то, ну, 3 недели в общей сложности. И, я думаю, был какой-то у нас, была привилегия, наверное, для наших спортсменов Приморского края, то, что мы не переходили этот часовой пояс. Климат тоже у нас. Ну, и климат, да, у нас сильно отличается, потому что вот спортсмены очень сильно его ощущают, на самом деле, когда мы ездим куда-нибудь в Среднегорье или там в Сибирь, где там по суше это все, да, происходит. Дышится. В Москве даже вот мы выходим и ощущаем, какой тяжелый воздух там, какой он, ну, не такой разряженный, как у нас здесь, и суховато там все. Вот, поэтому это тоже сказывается очень сильно, конечно. Соня, как ты готовилась? Ну, ежедневные тренировки по 2 раза в день. Конечно. 1 раза в день тренировки. 2. Ну. Она, я добавлю, она тренировалась, ела и спала. Потом снова тренировалась, ела и спала. Потом снова тренировалась, ела и спала. И при этом, это важно, это 9 класс, мы готовились к детям Азии в тот момент, когда ей нужно было готовиться к ОГЭ. И вот это вот как-то все так интегрировалось, и она умница, я ей горжусь, она сдала ЕОГЭ своевременно и на хорошие оценки. И она хорошо подошла, то есть не пропускала соревнований, не пропускала подготовительные тренировки. Это большая, тяжелая работа, которая для основного большинства, она не видна. И вот когда спортсмен готовится к какому-то событию, к каким-то важным соревнованиям, ну, там, ну, вся семья живет в этом режиме. Вот прям без преувеличения, я говорю, и младшая сестра, и жена, то есть мы все вместе вокруг этих процессов, мы помогаем, потому что это важная именно поддержка для нее. Ну, и плюс к ежедневным, двухдневным тренировкам, как я уже сказала, мы каждый год с командой выезжаем на базу отдыха сидями, и там у нас проводятся тренировочные сборы. Ну, то есть для малышей это как отдых, там у них там одна тренировка в день, у нас это прям сборы тренировочные, мы клубами разными съезжаемся и обмениваемся опытом. Вот. Что дают тебе такие занятия? Ну, у меня появляются новые спарринг-партнеры, и я, не привыкшая к ним, начинаю как-то искать подход к ним, как с ними работать. Слушай, ну ты прям вот живешь тхэквондой, или тебя папа, в конце концов, заставляет этим заниматься? Бывали моменты раньше, когда хотелось бросить, но сейчас уже давно таких моментов у меня не было, потому что мне сейчас нравится, и я могу сказать, что я прям живу этим спортом. А в будущем какие у тебя планы также над тхэквондой, или ты пойдешь учиться, ну, не знаю, там, на юриста, например? Ну, не на юриста, но думаю, что будущее не совсем будет связано с тхэквондой. А до скольки лет вот так вот спортсмены могут находиться на ринге, или как это у вас правильно называется? Я даже не знаю. Ну, у нас есть разные возраста, конечно. Если говорить о взрослых спортсменах, это начинается с 17-летнего возраста, ну, и там ограничений нет, в принципе. Но самый взрослый спортсмен, наверное, это у нас есть такой американец, он выступал до 37 лет. Ничего себе. Да, и был участником, был олимпийским чемпионом дважды, если я не ошибаюсь. И последние его олимпийские игры, это были в Рио. В 2016 году. В 2016 году. Это вот он там выступал еще. А с кем боролась Соня на международных играх в Дети Азии? Ну, у нас в России представляли это несколько регионов. Соответственно, наш Дальневосточный федеральный округ, Сибирский федеральный округ. Потом у нас Республика Татарстан, насколько я помню. Москва, Урал, по-моему, Уральский федеральный округ, да. Это все регионы, помимо Москвы, являются азиатско-тихоокеанскими. И, естественно, так как называется Дети Азии соревнования, участвуют в основном азиатские страны. Ну, как все, наверное, знают уже, что в Азии очень сильно развито тейквондо, и очень на высоком уровне выступают спортсмены. Соответственно, к нам приехали с Узбекистана, с Казахстана, с Афганистана, с Армении спортсмены. И они привезли, естественно, самых сильных первых, вторых номеров своей национальной сборной. И для нас, конечно, эта победа очень далась нелегко. Почему? Потому что мы не вхожи, мы в резерве сборной России, но в основной состав мы еще не попадали. Ну, надеемся, конечно, что в дальнейшем попадем. Желаем. Да. И Соня встретилась в первом бою с соперницей из Сибирского федерального округа. Прошли мы его уверенно, этот поединок. Второй бой был у нас с представительницей из Казахстана. Прям там? Да. Там был очень тяжелый такой, такой тяжелый поединок. В дополнительном раунде Соня выиграла прям вот в один балл практически. И третья соперница была у нас уроженка Узбекистана. Она является вторым номером сборной Узбекистана национальной. И вот тоже было сложновато первые два раунда. Никак не могли подобрать к ней ключ, потому что спортсменка очень нестандартная. для, именно для европейского тейквондо. И она прям перекрывала все атаки, перекрывала все моменты, на что как бы Соню мы в перерывах настраивали. Потому что тоже я видел эту спортсменку не раз уже, и немножечко знаю ее. Ну все-таки в третьем раунде мы подобрали к ней ключик, и уже оторвались, и был разрыв приличный в счете. Соня, сама как оцениваешь своих соперников? Ну они все были хорошо подготовлены, потому что на такого уровня соревнованиях нет просто обычных спортсменов. Там все проходят отбор жесткий, и на них достаточно тяжело отобраться, чтобы выступить на этих соревнованиях. И спортсмены все были сильные, но самая тяжелая для меня оказалась вот Сузбекистана девочка. В финале которая? Да. Папа, как болел за дочку? Громко. Мне потом показывали видео, как со стороны меня снимали, мы с женой, жена плакала, тетя там Сонина была, тоже плакала, сестра была плакала, все ликовали, и очень громко. Вся команда Ким Тайгерс очень дружно собралась на трибуне в моменте, непосредственно напротив корта. И вся команда Ким Тайгерс, у нас есть свои определенные кричалки, и они даже, даже ты когда не понимаешь, что конкретно кричат, но ты понимаешь, что это кричат Ким Тайгерс. Потому что ребята очень дружные, они очень сильно поддерживают. И вот, то есть вот в совокупности все это было. Еще стоит добавить, что два предыдущих финала, два предыдущих финала, там вылетели сильные бойцы с России. И в этих пяти финалах три, правильно я, Артем, тут же рассуждаю, три было узбека. Четыре есть. Даже четыре. То есть узбеки очень сильные. Они вообще, в принципе, большую команду крутую привезли. И в Тэквондо не исключение, что очень мощные были бойцы все. И они первый финал забрали золото, вынесли там кого-то. Второй финал забрали золото. И вот сидят уже ребята там из Сибирского федерального округа, то есть их боец в финале проиграл. Сидят москвичи, их боец в финале проиграл. И тут выходит последняя девочка, кто из русских сегодня будет в финале. И там просто вот весь зал там «Россия!». И это была прям такая гордость невероятная за дочь. И прям вообще за команду, за тренера, вот просто за все, что там происходило. Это было, я сейчас говорю, у меня вот мурашки. То есть это было очень круто. Это невероятно крутое событие, которое случилось вот здесь, вот с нами. Дай бог, оно еще повторится и не раз. Соня, на каких соревнованиях ты еще бывала? В смысле, ну какого уровня? Так-то соревнований очень много. Ну вот на последние соревнования, это акулок президента союза «Тквондо России», которые в Черкесске были, потом первенства России были, международные разные турниры, всероссийские турниры. Тквондо России, Германия, Болгария, Швеция. Это вот то, где мы участвовали. «Тквондо» помогло тебе посмотреть мир, я так понимаю. Попутешествовало. Попутешествовало, да. А почему Константину дочку отдали в «Тквондо»? Это, вы знаете… Это разве женское вообще занятие? Абсолютно, на мой взгляд, в моем мировоззрении раньше думал, что нет. Когда ей было 3-4-5 лет, я думал, что если девочка… Гимнастика, не танцуй. Да-да-да, макраме, вышивай, рисуй, танцуй, пой в конце концов, ну что-нибудь такое женское делай. И мы водили с женой на танцы ее, водили ее на танцы, и она прям вот, ну не хочу танцевать, и все. И мы пришли в первый раз, в первый класс, в школу, и она увидела там мальчика в Добоке. На тот момент в той школе преподавал наш первый тренер, с которым Артем Артурович, наш действующий тренер, сейчас очень хорошо общается. Это президент Федерации Приморского края Федор Анатольевич Пось. Ему огромный респект и спасибо за то, что он первый человек, который привил ей любовь к этому спорту. Так вот, она увидела мальчика в Добоке. Добок – это форма одежды. Она его увидела, говорит, я хочу заниматься. Добок, ну вот, тэквондо. Я говорю, ты гонишь, что ли? Там же голову ногами бьют. Как так? Ты что? Ты же девочка. Тем более такая девочка, которая… Ай, я ударила палец, я там зацепилась за что-то. Плакся. Я думал, что она плакся. Она говорит, нет, хочу. Мы пришли к Федору Анатольевичу, сказали, вот, хотим попробовать. Она говорит, ребят, давайте заходите, тренируйтесь, но пока ничего не покупайте. Ну, может быть, она соскочит. Я думаю, да соскочит. И проходит какое-то время, там, полгода, год, она все ходит и ходит, занимается и занимается. И когда были первые соревнования, мы с женой приехали на первые соревнования, и просто она их побеждает, и у нее все получается. И как-то вот потом, как-то потом, как-то потом… Как-то все само собой закрутилось. Как-то все само собой закрутилось и получилось, и вроде как и хорошо. Ну, не жалко было дочку отдавать в боевые искусства? Такой, знаете, вопрос. С одной стороны, да. С другой стороны, ведь на сегодняшний день такая история непростая, что когда вот у нас две дочери есть, есть старшая и младшая. И я ей говорю, ты, если что, там, за Анфисой смотри, чтобы идти и ей помогать. У нас был случай, знаете, мне позвонила мама одноклассника и начала кричать в труппу, что она его избила. Я говорю, как мальчик избил, как наоборот, кто, девочка мальчика избила? Как это произошло? И я позвонил Соне, она говорит, да, она меня напрыгила, напрыгила. Я просто автоматом, даже не знаю, как, выставила, что выставила? Меллио, Кирио, что? Я не помню. Какие-то назвали? Просто ногу выставила. Выставила ногу, он сам на нее напрыгнул. А я с мамой разговариваю, говорю, пусть папа позвонит. Ну, папа так и не позвонил. И мне с тех пор как-то вот спокойно с точки зрения того, что мою девочку никто не обидит. Она сама за себя постоит. Артем, а девчонок много вообще в хэквондо приходит или нет? Ну, вообще приходит, конечно, много, но все же как бы мальчиков больше, да. И есть такое понятие, что у девочек конкуренции меньше и можно как-то полегче дать результат якобы. Но на самом деле это не так. Потому что это трудоемкий, я думаю, такой очень серьезный путь, где спортсмен должен проявлять не просто какой-то характер, да, а, наверное, стальной, мужской, наверное, характер, скажем так. И если девочки в дальнейшем не формируются, ну, у девочек, то есть в дальнейшем не формируется такой характер, такого рода, то, я думаю, тяжело будет выступать на уровне, чтобы давать результаты какие-то. Потому что взять любую спортсменку по любому виду спорта, они не разговаривают как девочки, они не общаются, они там практически, когда вот с ними разговариваешь, они ведут себя действительно как спортсмены. Потому что, как говорится, да, у спортсмена нету пола, спортсмен – это спортсмен. Поэтому я думаю, что с девочками даже где-то в какой-то мере очень, не очень так уж и легко заниматься. С девчонками сложнее, да, во-первых, там характер, потом какие-то вот моменты, где тебе, мне как тренеру тоже очень жалко, потому что это же все-таки девочки, надо же как-то поделать, но я в то же время и понимаю, что если она сейчас это не выполнит, или не делает, это вот выглядит примерно так. Да, я тоже когда-то в общем-то делаю. Клево смотреть, когда она выигрывает, и тяжело смотреть, когда она проигрывает. Ну, это понятно. Особенно вот мы затронули тему про выездные соревнования, и Артем Артурович рассказал, что нам нужно выезжать там за 10 дней, чтобы они адаптировались ко времени. И мы на опыте вот через себя все это пропустили, потому что первое время мы не выезжали за 10 дней, мы первое время выезжали вот прям непосредственно перед соревнованиями, а все поединки у них в один день. То есть она приходит и начинается там по олимпийской системе. То есть первый поединок прошел, если она победила, она прошла дальше. А тот, кто проиграл, вылетел, и, соответственно, более не участвует в соревнованиях. И вот она прошла первый круг, прошла второй круг, прошла третий круг. Соревнования начинаются там, когда у нас обед. И когда она прошла первый, второй, третий, у нас уже глубокая ночь. А там они только все разгоняются. И когда ты смотришь вот через экран монитора, там, телевизора или ноутбука, трансляцию, или кто-то из, я говорил, что команда Ким Таггерс очень дружны, они там делают, как это, стримы, эфиры, трансляцию. Родители здесь болеют, то есть тут два часа ночи, три часа. Мы сидим, болеем, все это смотрим, в чатах пишем. И когда ты смотришь, что вот она, ну она спит, она спит, а ей надо драться. И вот это, конечно, вот это тяжело смотреть. Когда она побеждает, это ух, а когда она спит, это... А какие достижения у ваших воспитанников еще есть, ну кроме вот Сони? Соня, понятно, достижения. Ну, самые главные у нас в России, в России соревнования проходят это первенства и чемпионаты России. Это является отбором сборной национальной России. И далее уже идут там первенства, чемпионаты Европы, первенства, чемпионаты мира. И, естественно, потом уже спортсмены выходят на тот уровень, где они должны участвовать, бороться, завоевывать лицензии на Олимпийские игры. Как бы я тренирую уже 11 лет, да, где-то 11 лет примерно. И за мою тренерскую карьеру у нас есть чемпионы и призеры первенства России, есть чемпион мира среди кадетов, ну это первенство мира называется. Есть бронзовый призер Европы. А, первенство Европы тоже, я извиняюсь. Вот у нас есть чемпионка седьмых международных игр Дети Азии. Есть еще одна призерка бронзовая, Заяц Яна. Она вот тоже вместе с Софьей в этот же день нас порадовала медалью. Ну и есть международные турниры, которые рейтинговые. Очень много есть и чемпионов среди этих турниров. Они проходили так же, вот как Константин отметил, там очень многие выступали и в Корее, и во Вьетнаме у меня спортсмены выступали очень достойно. Мы ездили в Грецию, в Испанию, в Турцию и везде, ну, слава Богу, везде у нас были призы и медали. Как бы вот, как бы все я не могу сейчас обозначить, потому что уже на память еще тяжело. Константин, а где тренируется Соня? Это такой сложный вопрос, на который нельзя ответить однозначно. Потому что за 9 лет, мы уже говорили, за 9 лет тренировок Софьи, я как отец, который погружен в этот вид спорта, погружен в жизнь ее, всячески ей помогая, и я видел не только залы, которые здесь есть во Владивостоке. Я вместе с ней езжу по региону Хабаровск, Сахалин. Я вместе с ней езжу в другие регионы на соревнования, и я вижу залы. И я без купюр, как говорится, скажу, что вот Соня тренируется на сегодняшний день в лучшем зале не только во Владивостоке, а на всем Дальнем Востоке. Это зал, который создал наш Артем Артурович, наш тренер действующий. Это зал, в который спортсмен, спортсмены клуба Кентагерс имеют доступ, ну, грубо говоря, 24 на 7. Ведь тот результат, который достигнут на вот этих соревнованиях, он достигнут благодаря тому, что у спортсменов, как и было сказано, есть возможность заниматься два раза в день. А некоторые, вот когда проходят сборы, они занимаются там три раза в день. Они пришли утром и уходят вечером. Это полноценная работа. И вот другие секции, которые я тоже видел, и где тоже Софья занималась, они, к сожалению, не имеют такой возможности. Это где-то при школе какой-то зал, куда спортсмены приходят три раза в неделю на час-полтора. И, к сожалению, и вот я ничего не придумываю, это видно и по результатам соревнований. К сожалению, вот эта технология три раза в неделю, она сталкивается с неудачей, когда ты встречаешься на каком-то первенстве России с бойцами, которые тренируются два-три раза в день. Ты три раза в неделю, а они два-три раза в день. И, естественно, результат, он закономерный. Поэтому я скажу, что вот с чего начался, тем и закончу. Софья тренируется в лучшем зале на Дальнем Востоке. Лучшего, на мой взгляд, тренера. Соня, последний вопрос задам. Что дал тебе этот спорт? Девять лет, да? С первого класса, сейчас в десятом. Ну, во-первых, возможность постоять за себя, случай чего. Во-вторых, я вот, как уже говорили, много где была, в каких местах, много с какими людьми познакомилась. То есть это знакомство. Плюс команду, которая вот на соревнованиях поддерживает всегда. Мы постоянно выезжаем куда-то, то на море, то на пейнтбол, то там еще куда-то. Я прошу прощения. Как вторая семья. Вот, я это и хотел сказать. Просто как вторая семья. Потом в жизни будет больше возможностей, если еще результаты в спорте будут. Там, вот если мастера получу. Что значит, если? Ну, когда? Сейчас КМС. Будет больше возможностей и больше вероятности, что поступлю в какой-то хороший университет. Ну, это тоже важно. Конечно. Ну что ж, я желаю вам новых побед, Соня. Спасибо. В первую очередь тебе, тренеру терпения и папе выдержки. Спасибо. Чтобы все это довести до логического конца. Да? Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня у нас в гостях были одна из победительниц международных игр «Дети Азии» Софья Ефиценко, ее папа и член попечительского совета Константин Ефиценко, а также тренер под хэквондо Артем Ким. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова